Привет, меня зовут Эль, и я рада приветствовать тебя на моем канале. Полтора месяца, и еще чуть-чуть, прошло с тех пор, как мы здесь работаем. И все, мои товарищи наиграли из долушек. Сегодня наш последний рабочий день, и мы уезжаем! Начинается новая глава нашей жизни. Вот так это выглядит без наших нововведений и нашего пребывания. Мы убрали за собой и покидаем все ее жилище. Пока квартирка. Нам здесь было хорошо. И нас ждут новые приключения! Новая глава открывается. Мы переехали. Рум-тур будет позже. А сейчас я вам покажу комплимент от отеля. Смотрите, как приятно! Очень-очень приятно! А еще позаботились. На самом деле это очень важно. Поставили средства для мытья посуды. Это вот наше мы достали. Здесь уже стояло. Положили мыло, мочалочку. И поставили туалетную бумагу. Это уже наше. Очень-очень здорово. Прям все заботливо сделано. Народу просто ужасно. На черном бугре или на зеленом мысе пляж просто переполнен. Просто, смотрите, дохрена народа. И в ту сторону, и в ту сторону. Прям очень много людей. Мы так не любим. Мне кажется, ко мне бегают медузы. Нет, ничего нет. Вообще нет ничего. Не бегают. У этого мотылька, посмотрите, достаточно грозный вид. У него какой-то хоботок. На лапках иголочки. В общем, какой-то странный мотыльковый слоненок. Ребята, к нам пришел ежик. И вы посмотрите, он по-настоящему сворачивается в кружочек. И самое интересное, что я первый раз в своей жизни вижу так близко ежа. Настя его разворачивает яблочком. Он такой миленький, такой маленький. Он подошел к ногам Насти и нюхал ей ногу. Потом пришла я, он испугался и забился между деревом и кастрюлей. Нам пришлось его доставать оттуда тряпочкой. Вообще такой малыш. Да, это у меня необычные ощущения. Первого раза встреча с ежом так близко. Вот там у ежика носик. Ой-ой-ой. От каждого. Да, пугается. Моё-моё яичко хотим дать. Говорят, что ежи очень любят яички. О, нюхал? Ну-ка, ну-ка. Иди скорее. Ой, какой он хорошенький. Иди скорее. Ух ты. Как яйцо разворачивает ежа. Ты будешь кушать? А? Я же в тумане. Сейчас побежим. У него глазки бусинки. Не бойся. Не бойся. Сейчас побежим быстренько. Покушай яичко. Слышишь? Смотри, какая вкусняшка. У него такой длинный носик. Пробок хоботочек. Малыш, что с тобой? Всё нормально. Мне кажется, он просто испугался. А сейчас мы с вами познакомимся с тем человеком, который будет нашим заместителем. Татьяна. 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 Привет. Это Татьяна. Она приехала к нам из Казани. Я приехала из Казани. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Как ты так сорвалась? Потому что для меня это самый шок, что я так в такой кратчайший срок смогла найти нам замену. И как ты себя здесь чувствуешь? Покажи, как ты здесь устроилась, будет ром-тур твой личный. Ну, вообще, я планировала в августе на море. Говори погромче. Я планировала в августе на море, я хотела на море, но мне не хватало денег. У меня не складывалось. То есть, один плюс один, надо было, чтобы было пять, а у меня как бы два. Я решила отпустить всю эту мысль, и в один прекрасный момент я вложусь в мысли о том, что я хочу на море. Хочу там жить, долго жить. А я вот улегла, уснула после работы, резко так проснулась, и смотрю, идет сообщение отель с предложением пожить на море, то есть, поработать, ну, там все вопросы решаемые, да, там, где жить, на что жить и так далее. И я, я цепенела, я не могла долго уснуть всю ночь от этих эмоций, от того, что, блин, я же хотела. И вот оно, в августе месяце, когда еще тепло, и я успеваю. Вот, в общем, я в полной усторге. Ты нормально освоилась? Все хорошо? Да, мне все нравится. Уже, если чего-то нет, оно приходит в мою жизнь, поэтому мне очень комфортно. Я уже успела съездить в Ялту два раза, сходила к Филиппу Киркорову на концерт, потому что бухта мечты, это Ласпия. Да, Ласпия, потом, где я еще была. А Лук все облазила практически. Вот, здесь куча всяких интересных мест есть, ну, на крайнем. Вот, ну, здесь вообще классно, весело, и каждый день что-то такого происходит, что-то неожиданное, внезапное. Вот, как я сюда приехала, буквально там, за неделю решая все свои вопросы. Вот здесь за 2-3 часа идет какое-то предложение, может быть, даже за 10 минут. И как бы надо быстренько собраться и бежать. Бежать за мечтой. Таня, проведи друг-тур. Интересно, как ты устроилась? Все, давайте проходим, где я сплю. Здесь место на одного человека. Но есть свои плюсы и минусы. То есть вот это вот моя кроватка. Это твой шкафчик. Да, это мой шкафчик. Это стульчик-тумбочка-шкафчик. Многофункционально. Здесь у меня свои картиночки такие красивые есть. Икона, я вижу. Да, иконка есть, чтобы я здесь не одна была, да? Можно, да, зайти? Да, конечно. Сейчас, чтобы... Да. Здесь вот холодильничек. Зеркало. Тумбочка. И... И вот там душ в туалет. Сколько здесь? Два метра, наверное, да? Потолки? Ну, наверное, два метра. Не потолки, а. А что? Площадь. А, площадь два квадратных метра, наверное, да. Да. Два на два. Два... Ну, четыре-то получается. Два на два, четыре. Да? Вот. И кухонка. Пойдемте. Кухонка, вот эта вот аллейка. Вот здесь никого не бывает. Я здесь практически одна. То есть здесь чувствуется, что здесь спокойно. Есть такой свой небольшой уголочек. Другом деревья такой парк, да? Камешки. Все так красиво, эстетично. Цветочки. Здесь у меня еще есть кошечка. Ко мне приходит кошечка. Видите, я оставляю ей до сегодня здесь молочко. Угу. Вот. А здесь вот кухонька. Кухонька, беседка. Посиделочки здесь можно устраивать. Здесь вот раковина есть. Прямо в беседке. Зеркало. Стол обеденный. И такой мягкий диванчик, да? И лавочка. Это мой рюкзак. Я здесь уже пришла. Положила свои вещи. Разложилась. Вот. Ну, вообще здорово. Напишите в комментариях, мои дорогие подписчики, хотели ли бы вы так сорваться, ни с того, ни с сего. Буквально за пять дней решить все свои рабочие вопросы и приехать вот так на море. Смогли бы вы? Может быть, вы бы хотели, но, может быть, вы не смогли. Ну, оставить как бы своих друзей, родственных, близких, работу. Все так переиграть, сказать. До новых встреч! Ты забираешься уезжать? Хочу, но не в Казань. Хочу куда-нибудь дальше. Желательно, чтобы там было море. С нами посмотрим. То, что я вообще здесь оказалась, это мне дает вдохновение дальше что-то жевать, себя абсолютно ни в чем не ограничивать. То есть, главное, желание, доверие к пространству, и тогда дорожка выстроится. Да, для меня еще секрет, куда я поеду дальше. Всем пока-пока! Хвостика нет вниз, они в этом хвостике этих икру не несут. Блин, какой красивый. Здоровенный такой. Ну, в смысле, да ладно? Пускай уходит. Или он вам нужен? А вот там еще один ползет. Вот видите, это ракушка. Наблюдайте за ним. А, это отшельник. Уйдай мне его, да, уйдай. Уйдай мне. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вон, 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 вон. Краб-отшельник. Ракушка. А этого отпускай. Да он сам, наверное, разберется. Кто? Краб? Ну, да. Он будет драплеться. До скорых встреч. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и будет еще очень много всего интересного. Блин, ну там найти его. Сейчас он вылезает. Мне интересно, я же снимаю. Вы же выращиваете плечи. Отшельника. Ну-ка, давай. О, какой сильный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все, пополз.